всем привет ребят с вами протор прайм и сегодня тема пойдет на об леопарде 2 а7 плюс и так на 10 уровне так как уже видели мой обзор и теперь все таки его как бы распробовал на вкус вот какой он танчик и тому подобное самом деле я от этого танка обалдею вообще просто обалденный что абрам что этот но это просто вообще шикарный танк и так чтобы не тянуть резину как говорится вот хороший отличный бой ну вот хотя сейчас на бой такой уже сливной был вообще конкретно но тем не менее хочу показать что и как то есть по динамике разгоняется смотрите очень быстро очень быстро я даже не пожалел на него вот раскрасочку просто шикарный его подходит и вообще форма у него самая обалденная со всех я просто тащусь стабилизация у танка вот плане пушки просто шикарная динамика просто шикарная до альфа чуть меньше чем у других но тем не менее да я выжил 744 кд вообще просто супер вот и как бы у нас тут смотрите меня тут уже светят ну такая вот у нас позиция вот принципе вот на 783 я уже короче чего-то накинул понемногу слава богу что теперь в реплее как раз показывает дамаг а раньше не было и это уже классно пишут уже краб что все идиоты и тому подобное вы все прекрасно видите не вижу никого толком особенности альянса у нас не в нашей команде вроде бы неплохо играет амг вот ребята у нас как бы тут имба неплохо и если ошибаюсь рейд 9 вот кстати тоже мг присутствует но тем не менее смотрите что и пишут что ни одного с мозгами самое главное заметьте сейчас этот момент который пишет что ни одного с мозгами нет и конечный результат в чате что будет дальше вот этот момент не пропустите я вам даже напомню чтобы просмотреть и так идет просто тупая перестрелка так как я вам подому повыше камеру чтобы вы рассмотрели расстановку наших суперских сил картофанских пустотротных и смотрите что происходит один краб вот мы все стоим здесь как бы вот но тем не менее с другого фланга короче начинают серьезные пацаны продвигаться у меня 783 дамага как было так и осталось а вот уже кто-то накинул мне на 233 и у нас продвигаются серьезный чувак на абрамсе вот здесь ну и на леопарде кстати и что у нас тут получается у нас один краб который все эти всю эту движуху т-90 смотрите который который просто среди стоит среди поля в котором увидели как по дном у него просто под днищем пролетело что сзади плюха оказалось просто вообще шик и блеск он перестреливается но ничего сделать не может ну что он может но он просто лог комнатные все тем не менее у меня дамаг там ничего не увеличивается краб красава на самом деле деле он там заезжает как-то пытается раскуролесить вот эту всю движуху пока смотрите я уже на карте тыквы что там движуха ребята посмотрите движуха и в конечном результате что мы смотрим я бросаю все это стадо которое тупое стоит там нихрена не хочет делать приезжаю вот чтобы спасти базу даю на 712 и уже я пошел какой-то дамаг смотрите кпкд быстро свожу стоящего 826 просто альфа-страйк скажем так для леопарда шикарничего леопарда он опять получает людей до 90 копащи разобрали он даже не попасть толком не может куда-то там выцелить это дебильные места и тому подобное что делаю краб у нас уходит уходит за ним гонится леопард плк появилась ниоткуда не возьмись я парам в шоке что такое этот появился чувак ну продвигаемся принципе дальше лечу просто вообще мне похрен на него просто и лечу на ходу там и чего он вообще перепуганный садки просто назад встает и все все стрелять по плк потому что плк все таки проще пробить проще дара чинка давай давай пылочку трамбуй трамбуй по плк я тем не менее зашел резко в борт и понимаю тут еще 2 плк заходит красава и я выцеливаю леопарда останавливаюсь забираю нахрен и еду конечно же спасать ну вы пылки уже накидали но если бы не она конечно как бы было просто я вообще непонятно рикошет я хотел перекрыть собой плк защитить и просто чтобы получить дома ну блин не смог он все-таки забрал откуда-то сдали по мне там стреляют летят летят а уже и краб короче молодец тот трава трассера вот тут серьезная перестрелка у нас вот я ищу башню леопарду что же там за что за хрень один раз тогда смог пробить даю чего-то на 840 мы тут начинаем бодаться две десяточки кто же кого этот перепуганный скатывается я ему в борт в борт не проходит думал все таки классно борт так подставил и тем не менее этот этот же лох опять же отвлекается на самого слабого вот тем временем я его разбираю ну а что еще стоит на этих лохах уже 5400 хотя вроде все в альянсах все крутые уже 6000 дамага и катим дальше в общем оттанковались мы красиво вот что дальше происходит движение ну дальше происходит движение у нас как вы видите тут у нас драга который там пытается что-то мне сделать но я выцелюсь но я на кд на кд понимаю что надо все-таки двигать туда двигать 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 и рулить за этим движением и тут выкатываться и резко останавливаться свожусь и добираю уже шот сфинкса довольно хреново там трамбовал своей пушечкой но тем не менее смотрите на карту на карте расклад какой был 01 продвигается к нашей базе если вы видите дальше у нас еще и леопард вот вот шотный леопард который там куда-то накрутить тоже может быть поехать скорее всего на захват xm 8 вообще стоит где-то хрен знает где 90 сейчас скорее всего могут обойти мы слава богу что он хп у него достаточно 600 мы там накидали немного но на этом вы думаете все закончилось вы нет ребят это только начало это только начало этой грёбаной битвы этого боя вот так как некоторые говорят что там тащить на десятках и там в песочке тащишь ну вот тому подобное вот мне интересно что на брюде будет теперь об этом среднях скажу очень на десятках растет на раз общем вот так вот так что на легке катаем нагибаем и И показать, что Леопард все-таки достойная машина, на которой можно комфортно трамбовать врагов. Что у нас происходит? У нас нахрен все спетляли кедрение фене, и мы продвигаемся. Ну, потому что зажимает. Зажимает пацанова. Я, естественно, лечу, чтобы зажать их сзади, сзади, сзади. Как-то помочь. Сразу выкатился, остановился, чтобы присвестись на Леопарда. Что-то надо, не получается. Вот. И у нас вроде бы счет, смотрите, неплохо. 4 против 4. Все шикарно. Я лечу, счастлив. Думаю, все классно. 4. Еще немножко ХП есть. Один раз мы не смогли только пробить. И тут Тандерболл шотный, оказывается. Я смотрю, и у меня прямо сердце обливается кровью, что он шотный. Сейчас его заберет челленджер фуловый. И я даю плюху челленджеру, так как понимаю, что он... Ну, капец, у него ХП. Есть возможность, короче, как-то прикрыть. Даю еще на 795. У нас уже 7700 дамага. Понемногу настреливаем. Мы пытаемся еще как-то прикрыть. Выцеливаем. Конечно, уже все. Все. Он уже развернулся не так, как надо. И я остаюсь один. Ребят, заметьте. Остаюсь один. Все. Я один. Их четыре. Четыре просто гребаных. Две десятки, две девятки. И я забираю сразу же шота. И тут ПЛочка. Такая крутая. Пятый фраг я забрал. АПЛка решила папу, короче, тут типа наказать. Обойти. Сейчас закружить и тому подобное. Ну, не тут-то было. Леопард очень крутой. Я просто поднимаюсь. И ему прям в НЛД, даже в самое дно, наверное, скорее всего. Просто с вертуха надаю. Тут обходит этот. Я понимаю, что этого надо, короче, валить. И все там пишут в чате, что давайте, давайте. Вот пишет. Ну, хоть вы признайтесь, что вы все ракалы. Вот. Пишут опять, что все ракалы. Смотрите, что я делаю. Мы танковые. Танкую, никого не пускаю к себе. Тут едет челленджер, которого я там почти разомал. Понимаю, что тут мне кирдык. Смотрите, мне кирдык. Мне просто зажали. Мои действия. Бросаю дымы, чтобы в борт не получить. Ну, надо дымы было использовать. Куда их девать? И просто ухожу от челленджера, так как скорость у него меньше. И этот придурок допускает ошибку. Я ему даю плюху, забираю в борт. ПЛ-ка уже не такая борзая, как хотела залететь. И уже со страху начинается мочиться в трусики и уже желтеть. Я просто прям лечу на нее, сверху выстрелил. Конечно, вот тут ВЛД отрикошетило. Но, тем не менее, давлю-давлю и не выкатываюсь дальше, приостанавливаюсь. Этот мешает ему, этот доворачивает бортом и делает грубейшую ошибку. И уходит нахрен в ангар. И все пишут теперь хохота и верим в тебя. Пишут, что ты бог. Читайте. Теперь этот. И теперь пишут, что молоток. Я танкую против челленджера. Вытанковываем, тут играемся. Челленджера, да, тяжело пробивать. Но, тем не менее, особенно, когда крутишься и неохота умереть, тем не менее, даю на 875. Танкую весь просто в рикошетах нахрен обычных. Вот вам леопард. Вытанкую опять рикошет. Нормально. Пишут, что 3 лошка в команде. Ну, по крайней мере, вначале писали, что все раки, все днищи и тому подобное. У меня 11 тысяч дамага. Дамага пишут, кружени его, но я не хочу кружить. Я лучше поперестреливаю сливка. Даю еще на 870. Он на меня. И я резко делаю на него. Хотел тут поехать, чтобы как бы заторанить. 12 тысяч дамага. Несчастный. Вот так вот. Охренительный бой. Пишут, умница. Бог. Ты бог. Рандома и тому подобное. В общем, короче, против двух десятых, против двух девятых. В принципе, результаты филдбой разобрал челика фулового, который еще там вначале начал настреливать. И скажу, что леопард вообще достойная машина, на которой можно нагибать. Охренеть как можно. И на некогда. Потому что пушка шикарная. Ты кайфуешь и балдеешь. Вот такой вот леопард 2А7 плюс 10 уровня. Результаты, конечно, мы же, ребята, посмотрим. Как же без этого. Мы получили снайпера. Получили танкового аса. Получили золотую медаль. Получили платиновый контейнер гребаный. Накидали мы 13, оказывается, тысяч дамага. Куда-то я там еще в сандалил оказывается. Без сведения, наверное. Вот вертуха 15,5 тысяч. 609 тысяч по баблу. Смотрим результаты команды и нас. В общем, результаты видны. Пацаны даже с АМГ что-то тут вообще. Наверное, вот этих перехвалил. Но, тем не менее, результат налицо. Император бог рандома затащил все-таки бой. Хороший бой. Посмотрим мы на выстрелы. Что у нас было в этом бою? Произвел я 40 выстрелов. Попаданий 40. И промахов 3. Три раза промазал. То есть, на такое количество выстрелов, считаю, это очень даже отлично. Вот. Дальше. Что у нас? Написано. Урон с дистанции 150 метров. 9800. И с дистанции более 300 метров. Ну, то есть, я как бы снайпер. У меня и нормально по показаниям. Дальше. Что у нас? Отраженный урон. Отраженный урон. 9338 урона. Я натанковал. Отбил. То есть, этот дамаг. В принципе, неплохо. Неплохо. По деньгам вышло 469 тысяч. Так как у меня все ремки, всю фигню я использовал. Как бы вот так вот. То есть, довольно неплохой бой. Фарм. Вообще, короче. Скажем так. И еще и платиновые. Вот эту фигню. У меня, хотя и тут и этих плюшек уже просто хреново тучи. Вот, платиновые 26. Из этих золотых всяких ускорителей. Вот. Откроем еще ящик. Что нам тут подкинули? Чик-чик-чик-чик-чик. Немного бабла. Средний полевой набор. Жетон. Ну, все как надо, в принципе. Доволен. Вот за таких боев. И вообще, даже если там по несчастных 7000к накидывать. Ребят, средняк растет и все остальное. Любой человек может набить среддуху бесправильно. Не только топового. Альянсы все это. Сказки для детей, короче. Вот. Как бы вот так вот. Так что, что я могу сказать? Кому понравилось собой, подписываемся на канал, ставим лайки. И никогда не сдавайтесь. Вот. А с вами был Император Прэн. До следующих видосов, обзоров. Всем пока и удачи на полях сражений.